А перед началом этого видео я хочу разыграть для вас колоду Bicycle Standard. Это отличная колода для фокусов и нужно выполнить всего два простых условия. Поставить лайк этому видео и написать любой комментарий, вы уже участвуете. Также в конце этого видео будут итоги предыдущего розыгрыша. Ну а я сейчас покажу вам обалденный фокус с четырьмя тузами. В этом фокусе я буду использовать самую обычную колоду карты. Для начала давайте ее хорошенечко перемешаем. И я попробую найти четыре туза в колоде. Вот таким вот образом я найду первого. Это было достаточно легко и быстро, поэтому давайте немножечко усложним все это дело. Вот таким вот образом я найду сразу раз, два, три и четыре туза. Буквально за одну секунду. Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Неро Янг. Сегодня я подготовил офигенный фокус с четырьмя тузами. По сути это проявление тузов. Его я придумал еще очень и очень давно. Может быть оно даже выходило у меня на канале года три назад. Ну и конечно же поставьте лайк, если вам это проявление понравилось. Ну а если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Также спонсор этого видео это магазин игральных карт и реквизита 54karts.ru. Там огромный выбор карт, но я хочу обратить ваше внимание на мой фирменный набор Неро Янг. Есть вариации Classic и вариации Pro. В этот набор входит колода Bicycle Standard, несколько специальных карт для особых трюков и обучения на эти фокусы. Набор Pro отличается тем, что туда входит офигенная флэп-карта для визуальных фокусов, также защитный кейс для вашей колоды и больше обучений. Ссылка на покупку этих наборов будет в описании. Ну а я даю вам промокод на скидку 5% на любую покупку в этом магазине. Ну а мы переходим к обучению на сегодняшний фокус. Итак, для этого фокуса вам понадобится ровно 4 карты. Я использую 4 туза, вы можете использовать любые другие. В общем, те карты, которые вы хотите проявить. И я изначально делю их вот таким вот образом. Красный-черный, красный-черный. Либо же можно черный-красный, черный-красный, как вам больше нравится. Одну пару я кладу сверху колоды, а вторую пару снизу колоды. И при этом пиковый туз идет в самый низ колоды. Это для того, чтобы проявить его самым первым. Он как бы самый главный, у него самый большой значок. Это будет выглядеть гораздо уместнее, эффектнее и красивее. И что мы делаем далее? Для начала, разумеется, прежде чем делать проявление тузов, нужно перемешать колоду. Иначе никакого эффекта не будет. Если вы просто начнете сразу же показывать этот трюк, у зрителя может возникнуть резонный вопрос. Ну, типа, а, ну ты, видимо, колоду подготовил и вот так сделал. Поэтому я рекомендую вам перемешать колоду. При этом вы можете использовать любые фальштасовки. Но лучше использовать те, которые знакомы зрителю. То есть, если зритель знает, что вот так вот тасуют карты все, значит, все под контролем. Как мы это делаем? Смотрите. Во-первых, у нас получается два туза сверху, два туза снизу. И мы слистываем раз, два, две верхние карты. И начинаем набрасывать карты сверху, пока в руке не останется совсем немного карт. Когда их осталось чуть-чуть, мы уже идем аккуратненько по одной карте и пролистываем две последние карты. Таким образом мы якобы перемешали колоду. И что произошло на самом деле? В середине, чуть выше, чуть ниже, вся колода перемешана, а два верхних и два нижних туза просто поменялись местами. Соответственно, теперь у нас вот здесь эти два туза, а снизу вот эти. Я думаю, сверхсложно, здесь ничего нет. То есть, мы просто слистнули раз, два, начинаем набрасывать, пока не дойдем до самого конца. Когда осталось мало карт, делаем это аккуратнее. По одной, вот так, и готово. То есть, теперь у нас два туза здесь и два туза здесь. То есть, сверхсложного здесь ничего нет. Я думаю, все, в принципе, просто и понятно. Что мы делаем далее? Смотрите, у нас получается после всех наших манипуляций пиковый туз будет сверху, если изначально мы его заготавливали снизу колоды. И нам нужно проявить его любым способом. Я использую топ-шот, вы можете использовать любой другой способ. И, разумеется, я уже несколько раз выпускал обучение на топ-шот. Вы можете забить в ютубе топ-шот на Роянг и найти. Но быстренько я объясню и здесь. Большой указательный палец держит колоду вот так, за верхние углы. И мизинец просто хватает вот эту верхнюю карту и отгибает ее вот так. При этом делая вот такое движение. Плюс остальные пальцы помогают задать направление. То есть они идут вместе с мизинцем. И таким образом карта вылетает. Сделав это резко, с нужной силой, вы получите вот такое проявление карты. Что мы делаем далее? Смотрите, проявили карту либо этим, либо любым другим способом. Мы показываем ее зрителям, но это было слишком просто. Я вот так пролистываю большим пальцем до середины колоды и закидываю ее наполовинку вот так. Теперь нам нужно вывести ее из этого положения вот в такое. Звучит, наверное, и выглядит достаточно сложно, особенно для новичка, но поверьте, здесь сверхсложного ничего нет. Как это работает? Смотрите, карта у нас наполовину в колоде. И что мы делаем? Я указательным пальцем иду в левый верхний угол карты и начинаю задвигать ее вперед, то есть на себя, да, и немного вбок. То есть я ее изначально двигаю вот таким вот образом. И если ее задвинуть до конца, у нас уже, в принципе, что-то похожее получится. Но, как вы видите, здесь она будет выглядеть не очень, а нам нужно ее оставить так, чтобы она очень хорошо смотрелась. Примерно вот таким вот образом. Соответственно, ее нужно выдвигать чуть дальше. То есть, смотрите, задвинули. Вот таким вот образом ведем ее сразу вбок. Задвигаем. И вот здесь у нас есть пальцы, которые могут помочь и выровнять эту карту так, как нам нужно. Вот. То есть здесь, в принципе, просто потренироваться и все, вы сможете это делать в одном быстром движении вот так. Она у вас будет хорошо торчать. После этого, смотрите, мы ничего не меняем. Она у нас так и остается. И все это прикрывает наша правая рука. То есть, эту карту в идеале, да, зрителю не должно быть видно. Хотя даже если вы вдруг спалите то, что она торчит, ничего страшного, вы ее уже показали зрителю, вы ее не скрываете как бы. То есть, вы просто задвигаете вот так. Что мы делаем далее? Смотрите, мы держим вот так колоду двумя руками. И наш мизинец с левой руки отгибает нижнюю карту. То есть нам нужно просто ее нащупать и отогнуть. Вот таким вот образом. Немножко неудобно. В общем, вот так вот мы ее отгибаем. Плюс вы держите как бы колоду, и вам это сделать будет намного легче, когда вы ее держите. Просто вот так вот нижнюю карту мизинцем отделить. Вот таким вот образом. То есть, смотрите, карта у нас вот здесь. Вывели. Поставили мизинцем брейк. Все под прикрытием. Разделяем все это дело. И здесь нам нужно просто развернуть карту вот так. То есть ее сейчас держит указательный и средний палец. И просто разворачиваем вот таким вот образом. А здесь мы разворачиваем колоду. И нам нужно указательным пальцем открыть карту вот так. Итого мы получим дисплей получается трех тузов. И вот этот мы просто вот так вот выравниваем. И все. То есть вот по сути и все проявление. Взяли туза. Вывели на позицию. Поставили мизинцем брейк. Приподняли. И если медленно, сделали просто вот так. И все. Мы проявили четыре туза. После этого мы просто берем вот так. Раз. Два. Выдвигаем тут. Забираем тут. Кладем сверху. Готово. Надеюсь вам понравилось это видео. Понравился сам фокус. Если это так, не забудьте про лайк, комментарий, подписку. Ну и конечно же итоги предыдущего розыгрыша. Комментарий победителя вы видите сейчас на экране. Поздравляю. Напиши мне в личку ВКонтакте. И отправлю тебе колоду Bicycle Standard. Ну и всем удачи. Всем пока.